Привет, это English Show. Сегодня мы будем изучать английский по фильму «Звездные войны». Итак, первая фраза, которую говорит Хейден. Это очень интересная конструкция, она называется complex object в английском языке. И сложное дополнение, в русском мы ее называем. Звучит пугающе, но на самом деле это не так уж сложно. Это сложное дополнение, оно в предложениях часто заменяет наши русские слова. Что, чтобы или как. То есть, в предложениях, которых мы обычно используем, эти слова в английском, они не используются. Например, Есть знаменитая песня «За этой селены Гомес». Очень часто сложное дополнение используется, когда мы хотим, чтобы кто-то сделал что-то. Например, Хочу, чтобы ты помыл посуду. Или Они хотят, чтобы я перестал шутить. Или Мы хотим, чтобы наши родители пришли на концерт. Что касается нашего предложения, он говорит Они хотят, чтобы я шпионил за канцлером. Слово «спай» переводится «шпион» или «шпионить». Спайон – это шпионить за кем-то. Дальше Хейден продолжает. Слово «тризен» означает «измена» либо «измена государству». И он говорит «Да это же измена государству». На что Мак Грегор отвечает Мы находимся на войне. Мы в состоянии войны. «At war» – это находиться в состоянии войны. Вот еще несколько выражений с этим предлогом «at». Например, «at peace» – быть в мире, в состоянии мира с кем-то. Или, например, «at work» – за работой. Или, например, «at leisure» – на досуге. Дальше Хейден продолжает. Пока на этом остановимся. Хейден говорит «Why didn't the cancel?» «Cancel» – это совет какой-то. То есть, в данном случае, совет кого там? Макса, директоров? Я Макс не смотрел, «Звездные войны» понятия не имею. Совет? Просто они Макс что-то советуются там. «Why didn't the cancel?» Или «Why didn't they?» Это классная конструкция, которая означает «почему они не...» Часто мы используем конструкцию «Why don't you cry?» «Why don't you love me?» Или «Why didn't you?» «Why didn't you call me?» Для того, чтобы побудить кого-то к действию, что-либо сделать. То есть, «Why don't you do something?» «Почему бы тебе что-то не сделать?» Или «Почему ты это не делаешь?» Например, кто-то вам говорит «I have a headache» «У меня болит голова». Тогда вы можете сказать ему «Why don't you take a medicine?» «Почему ты не принял лекарство?» Или «Почему бы тебе не сделать это?» «Не принять лекарство?» Или, например, «Why doesn't Sam go to the dentist?» «Почему Sam не идет к донтисту?» «Почему он этого не делает?» Поэтому Хейден, говоря «Why didn't the council give me this assignment?» говорит «Почему они этого не сделали?» Слово «assignment» означает назначение или задание или поручение. Как глагол «assign» означает назначать, поручать, давать задание, а вот приставка «ment» делает из глагола существительное. Вот несколько примеров, как приставка «ment» превращает глагол в существительное. Например, «manage» это управлять, а «management» это управление. «Pay» это платить, а «payment» это платеж. Итак, «assignment» это назначение. Предложение продолжается. «Когда мы были на заседании?» Итак, «Полное предложение означает, почему они не дали мне это задание в то время, пока мы были на совещании?» Так прошло совещание. Но оно сначала началось, а потом закончилось. Макгрегор дальше говорит. Это очень интересное предложение. «Record» в данном случае означает архив, данные или учет. И это предложение означает, что это задание, это поручение ни в коем случае не должно отразиться в отчетах. Но давайте поподробнее разберем здесь небольшую конструкцию «is not be». Модальный глагол «be to» имеет значение «обязательности» и используется в настоящем или прошедшем времени, и для него нам нужен инфинитив плюс частичка «to». В каких случаях мы используем модальный глагол «be to»? Во-первых, мы используем его, когда какое-либо действие необходимо по плану или по расписанию. Во-вторых, мы используем модальный глагол «be to» при категорическом запрете чего-либо. А еще мы используем его для обозначения предопределенности или неизбежности чего-либо. И последнее, мы используем его для описания принципиальной невозможности чего-либо. В нашем случае, в нашем предложении «is not be» это категорический запрет на какое-либо действие. Поэтому предложение означает, что ни в коем случае это поручение не должно отразиться в отчетах. Вот вам пару примеров с модальным глаголом «be to». Когда тебе нужно идти к зубному, то есть, когда тебе необходимо это сделать. Или такой пример. Незнакомцам запрещено заходить на сцену. В данном случае модальная конструкция «be to» запрещает какое-либо действие. Дальше Хейден продолжает. «The chancellor is not a bad man, Obi-Wan». «The chancellor is not a bad man, Obi-Wan». «Канцлер – неплохой человек, Obi-Wan». Он говорит «He befriended me». «He befriended me». Слово «befriended» переводится «подружески относиться», «помогать в чем-либо», «способствовать». То есть, «Он ко мне подружески всегда относился». Хейден продолжает. Разделим это предложение. «He's watching it out for me». «He's watched out for me». Вообще, фразовый глагол «watch out» переводится «быть осторожным». Но вот «watch out for someone» означает «заботиться о ком-то, за кем-то присматривать». То есть, наш герой говорит, что о нем заботились, за ним присматривали. И дальше он продолжает предложение «ever since I arrived here». «He's watched out for me». «ever since I arrived here». «С того времени, как я сюда прибыл». «С того времени, как я сюда приехал». «Ever since» означает «с тех пор, как» или «с того времени». И поэтому полностью предложение переводится «Он за мной присматривал», «заботился обо мне». «С того момента, как я здесь появился», «как я сюда приехал». «Я не улыбаюсь, да, совсем». И Макгрегор завершает наш сегодняшний отрывок предложением «That is why you must help us». «Вот почему ты должен нам помочь». «Они хотят, чтобы я шпионил за канцлером?» «Но это же с беда государству». «Мы давай адекет». «Почему совет не дал мне это дозначение, когда мы были до заседания?» «Это дозначение ни в коем случае не должно значиться в протоколе». «Но канцлер неплохой человек, Оби-Ван». «Он относится ко мне дружелюбно». «Он заботился обо мне с того момента, как я прибыл сюда». «А вот почему ты должен помочь там?» «А если вы хотите заниматься с личным преподавателем, то вы можете оставить свою заявку под нашим видео, то есть под видео на нашем канале. Ссылка будет в описании. И первое занятие бесплатно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ссылка будет в описании. Это были English Show. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok